Одна из причин того, что изменения воспринимаются сложнее по мере вашего взросления, вы нашли коконы комфорта. Вы создали много зон комфорта. Любое нарушение границ этих зон, и вы начинаете беспокоиться. Когда вы были молоды, вы не искали комфорта, вы искали жизнь. А сейчас вы не ищете жизнь, вы ищете комфорта и безопасности. Когда вам было 16 или 18, у вас были невероятные мечты о том, что вы хотите сделать в своей жизни. К 25 годам вы отбросили все эти выкрутасы и решили, все это непрактично, и теперь я становлюсь практичным. Все, что произошло на самом деле, вы стали трусливой. Но вы говорили, я становлюсь практичным. И отказались от многих вещей, и решили, если у меня будет работа, если я буду зарабатывать, у меня будет это, и это, и это, то все в порядке. К 35 годам вы подумали, если я не попаду в неприятности, этого достаточно. Вы уже не смотрите вперед с ожиданием чего-то великого. Если я не попаду в неприятности, этого достаточно, но именно в это время вы начинаете попадать в неприятность. Вы не смотрите на жизнь с энтузиазмом. Вы смотрите на нее с позиции безопасности. Чем больше вы озабочены безопасностью, тем больше вас будут затрагивать любые изменения в жизни. Суть физического существования — это изменения. Всё изменяется. Есть ли что-то, что не изменяется? Всё в этом мире изменяется. Физический мир находится в процессе постоянного изменения. Изменения — это сама суть физической реальности. Нет ничего постоянного. Даже так называемые статичные состояния динамичны по своей природе. Всё изменяется. Поэтому если вы сопротивляетесь изменениям, вы сопротивляетесь жизни. Если вы хотите, чтобы в жизни ничего не менялось, есть одно прекрасное место, где всё неизменно. Это ваша могила. Если вы не хотите изменений, либо вы должны направиться в могилу, либо прийти к просветлению. Тогда, где-то внутри, всё является одним. Но пока вы являетесь частью физического процесса существования, всё изменяется. Нет ничего, что оставалось бы постоянным. Сейчас вы вдыхаете, в следующий момент вы выдыхаете. Это изменения, не так ли? Если вы не хотите изменений, остановите это. Вы должны понимать, что когда вы сопротивляетесь изменениям, вы сопротивляетесь самому процессу жизни. Не просто своей жизни, а фундаментальному процессу жизни. Неизбежно вы приглашаете в свою жизнь все виды страданий. Если вы живёте и при этом хотите быть мёртвыми, вы приглашаете неприятности. Не так ли? Вы должны быть живыми. Если вы живёте, вы должны жить тотально. Вы должны понять, как только вы начинаете сопротивляться изменениям, вы сопротивляетесь всему процессу жизни, и вы начинаете создавать ненужные страдания. Как только вы не принимаете изменений, депрессия становится естественным результатом этого. Когда происходят изменения, случаются разочарования, а потом депрессия. Притча о разочаровании депрессии. В один прекрасный день дьявол решил выйти на пенсию. Поэтому он решил выставить все свои инструменты на распродажу. И он открывает распродажу все дьявольские инструменты. Огромный наплыв покупателей. Там есть все виды инструментов. Гнев, ненависть, зависть, это и это. Все лежит на прилавке. Люди раскупили все это, как горячие пирожки. Все было распродано в первый же час. Все его инструменты. Все человечество приобрело это. Не так ли? Но у дьявола осталась еще одна сумка. Как вас зовут? Лина. Лина подошла и спросила дьявола, а что в этой сумке? Разве это не продается? Он ответил, нет-нет, это очень ценные инструменты. Я хочу оставить их себе в качестве сувениров. Потому что они были самыми эффективными инструментами в моей работе. Лина ответила, но я очень хочу их. Пожалуйста, не продадите ли вы их? Дьявол сказал, нет-нет, за все время моей работы эти два инструмента работают так изумительно, что я хотел бы их оставить в качестве сувениров. К Лине присоединили в другие люди и стали просить, пожалуйста, продайте их, продайте их. Тогда дьявол отступил и сказал, хорошо. Если вы предложите мне хорошую цену, я продам их. После этого он вытащил разочарование и депрессию и выставил их на прилавок. Это лучшие инструменты дьявола. Если вы хотите разрушить свою жизнь, вы можете начать с разочарования. Оно перейдет в депрессию и ваша жизнь разрушена. Нет ничего хуже этого. Вы будете работать против себя. В тот момент, когда вы сопротивляетесь изменениям, разочарование случается естественным образом. Когда приходит разочарование, оно естественным образом развивается в депрессии. Выставьте их на распродажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин